Всем привет! Вы смотрите канал «Мошенники звонят по телефону». Наливайте чайку, кофейку. Ближайшие несколько минут пройдут просто великолепно. Но перед началом разговора пиши комментарий, ставь лайк, подписывайся на канал и бей в колокол. Всё это нужно для того, дорогой мой друг, чтобы как можно больше людей увидели этот ролик и не попадались на мошенников. Я слушаю. Марина, здравствуйте, это Газпромбанк Инвест. Вы просили набрать попозже? Да, я только немножко... Я попросила в шесть набрать, ещё вроде нет шести. Я ещё просто до дома не доехала. Ну, хорошо. А сколько у вас сейчас времени, потому что у нас международная компания? Без двадцати шесть. У вас без двадцати шесть. Хорошо. Семнадцать сорок два. Семнадцать сорок два. Окей. Ага, спасибо. Сейчас я как раз уже подъезжаю к дому. Угу. Спасибо. Алё. Алё. Алё, Марина, это снова я. Да, да. Марина, это снова я. Я поняла, поняла. Марина Перекач. Алё. Вам сейчас нормально, удобно, да, говорить? Ну да, давайте, ага, попробуем. Ну, смотрите, я вот представляю компанию «Газпром». Я вижу, что вы оставляли заявку когда-то, может, «Газпром» или уже что-то, или нет. Инвестициями никогда не занимались, нет? Нет, нет, никогда. Да. Смотрите, сейчас я вам вкратце расскажу. А вас как зовут? Ну, что мы занимаемся? Меня зовут тоже Марина. Я Мария Деркач. Марина Деркач. Угу. Угу. Смотрите, если что, обращайтесь ко мне, можете и настребиться. Очень приятно. Если, да, если что-то непонятно, можете меня перебивать, спрашивать по сто раз, все нормально. Угу. У нас четыре сегмента – это фондовые акции, валютные, доллары, рубли, евро, криптовалютные, биткоины. Ну, простыми словами, электронные деньги. Может, слышали? Да, конечно. Товаросырьевой. Угу. И товаросырьевой – золото, нефть, серебро. К нам приходят люди с разных профессий. Они или работают, или не работают, или разнорабочие, бизнесмены. Сегодня у меня, например, были разнорабочие, и один бизнесмен закрыл криптовалюту. А вы где-то работаете, или нет? Нет, я не работаю, у меня муж работает. Угу. А вы гражданка России, да? Да, конечно. Ражданка России, конфиденции? Да. Мы просто работаем, мы международная компания, нам нужна уточьи. А сколько вам лет? Тридцать три. Тридцать три. Отлично. У вас работает муж, да? А вы не хотите, нет, заработать? Я, конечно, хочу. Я поэтому и решила обратиться, заполнить эту регистрацию. Да, ну, на самом деле на финансовом рынке у нас нет ничего сложного, потому что вас будет вести трейдер, да, вот. Он сопровождает все ваши сделки, он смотрит, когда лучше купить акции, когда лучше их продать, и тогда вы зарабатываете вот на этой разнице, да. То есть, если вы, например, вложили 300-500 долларов, то у вас уже будет прибыль на следующий день от 9 до 11%. Что вам нужно? Вы там открываете свой счет самостоятельно, к нему имеете доступ только вы. Когда вам удобно, вы даете номер свой трейдеру, я вас с ним свяжу, и тогда вы уже обсуждаете сделку, какую вы хотите, да. Понятно. А когда вас интересует сделка, вот что вам ближе всего? Я про акции немножечко знаю, что можно акции купить. Ну, смотрите, у нас есть акции, вот вы каким телефоном пользуетесь? Каким? Андроид у меня. Андроид. Ну, можем купить акции Самсунг, например. Угу. Ничего страшного. Можем купить акции Самсунг, можем купить акции Эппл, то есть акции Газпрома, акции Тесла. Очень популярна акция Тесла, Илон Маска. Я думаю, вы знаете, кто это, который влашает свои миллиарды. Да, так вы Газпром представляете или что? Да, мы Газпром Инвест. Газпром Инвест? Да, но мы работаем с разными компаниями, то есть у нас сегменты на разных финансовых рынках. У нас люди вкладывают как в Лукойл, так и в Эппл, в Теслу. Товарное сырье Евро – это золото, нефть, Роснефть. Очень популярная вообще у нас топ. То есть, получается, вы брокерская компания? Ну, мы не совсем брокеры. Брокеры – это, ну, как, они отдельно работают. Мы, как бы, специалисты, да, трейдеры. Угу. Так а лицензия у вас какая есть у вашей компании? Конечно, у нас, у нас есть лицензия у вас. Какая, брокерская? Нет, Газпром Инвест Холдинг у нас. Ну, Газпром, а, Газпром Инвест Холдинг, брокерская лицензия, да? Ну, так, ну, конечно, да. Угу, понятно. У нас все, ну, то есть, смотрите, почему вы точно заработаете? Вас ведет трейдер, да, какой в него интерес, чтобы вы побольше заработали? Потому что от вашей прибыли он получает 20%. То есть, смотрите, как это происходит. С вами связывается трейдер наш, рассказывает, как проще вложить, в какую акцию купить, потом быстро продать. Разницу вы забираете себе, переводите на счет, потом вы выводите этот счет себе на банк, там, Сбербанком, да, вы пользуетесь? Ну, я разными пользуюсь, Сбербанком в том числе. Ну, например, окей, окей, например, выводите свой прибыль в Сбербанк и платите 20% от прибыли нашему трейдеру. То есть, ему выгодно, чтобы вы заработали, как много, побольше. Угу, понятно. Так, а процент не с каждой сделки получается, или как, с каждой сделки от прибыли? Нет, не с каждой. То есть, вы будете зарабатывать в месяц, ну, где-то в среднем 24-37%. Сколько? Ну, это вам 24-37%. В месяц? Да, ну, это в месяц, это пока что. Ничего себе. А дальше пойдет. Да, ну, это вы уже, если честно, больше будете общаться с трейдером, потому что он профессионал 8 лет. То есть, это 360% в год, годовых, получается. А сколько вы хотите? Тысячу долларов, 500 долларов, сколько вы хотите внести? Ну, можно тысячу, да, начать. Ну, да, попробуйте, потому что, ну, к нам приходят разные люди с разным опытом, есть, что вносят, ну, вот, как, да, в среднем тысячу пробуют. Угу. Довольно возвращаются. Ну, нормально. Угу. А где вы находитесь? Можем... Мы в Москве. Ну, мы можем сейчас все через интернет оформить, вы заведете свой счет. Ага. Делаете себе пароль. То есть, мне надо даже приезжать к вам? У вас только... Нет, нет, я потом вас... Сейчас мы можем зарегистрироваться, я вас потом передам трейдеру, он с вами свяжется, и вы уже будете там делать свои сделки, которые вам интересны. Акции, акции. Ну, что, как вы на это смотрите? Сделаем сейчас? Да, давайте. Я думала, что к вам приезжать надо будет. Нет, к нам не нужно приезжать. А где у вас офис? У нас офис в Москве. Нет, я поняла, а где? Где у нас офис? Угу. Переулок. Новопесковский, Малый, дом 8. Понятно. Вы подзабыли, что ли, название? На карте? Да, да, на карте. Нет, я... Нет, возле меня стоит трейдер, если мы сейчас сделаем сделку, он спрашивает, связываться с вами или нет? Понимаете? В смысле связываться? Да, со мной связываться. Нет, ну тогда, я же менеджер. А если я сейчас вас пробью, вам наберет трейдер. Хорошо. Ну что, у вас деньги на карте? Да, да, да. Смотрите, что нужно делать. Угу. Так. А каким вы мессенджером пользуетесь? Телеграм, например, у вас есть? Ватсап есть. Ватсап есть, да? Да. Сейчас, секунду. Потому что у нас то Вайбер, то Телеграм, кто как. Ватсап. Отправьте мне на почту. Сейчас я вас добавлю в Ватсапе. Минуточку. Ватсап. Осталось больше заинтересовало акцией, да? Да. Фондовый рынок, да? Да. Фондовый. Он вообще у нас в топе. Вот знаете, у меня сегодня была клиентка 80 лет. Ну, она по золоту больше. Ну, да, у нас вот 80-82 года, это вообще предел. То есть, они интересуются. Вот дома скучно, понимаете? Нужно к себе занять. Я прям в шоке. 80 лет бабуля решила золотом заняться, подзаработать. Ну, она золотом, а вот дедушка сидит, набирает и говорит, знаете, я вот смотрю телевизор и вижу вот акции что-то там Газпрома. Какие-то они растут, падают, ну, что-то интересное. И ко мне вот приехал внук на каникулы, да? И говорит, объясни мне, пожалуйста, хочу вот заработать. Он привел его к нам, и он заработал на акциях Газпрома. То есть, внук помог. Он к вам в офис приходил? Нет, внук его привел, ну, то есть, как через интернет. Он говорит, вот, внук, смотрю я акции Газпрома по телевизору, что это такое? То есть, говорит, что такое интересное, тоже хочу заработать. И во дворе люди не верят ему. Ну, то есть, его возраст, это тоже 80 лет. Я вам писала в инстаты, Марина. Ага, сейчас я посмотрю. Я-то думала, что я вдруг что-то не разберусь, не пойму. Но раз там есть даже 80-летние... Да нет, вы что-то знаете, что у меня все шансы есть, да? Марина, самый старший, у меня 82 года был. Это дедушка, который Газпромом интересовался. Ну, ему больше внук помог, ну, как зарегистрироваться, да, а он потом уже со мной там все решал. Я вам плюсики отправила, посмотрите, пожалуйста. Алло, у меня что-то прерывается связь. Я вам алло, алло, и тишина. Алло. Да, я там отослала... Да, я отослала вам там. Я вижу. Угу, плюсики. Мы сейчас вам проходить регистрацию, пополнение счета. Будьте внимательны. У вас данная сама на какой карте? На моей личной. Ну, Сбербанк, там, Тинькофф. А это имеет значение? Значение имеет. Сбербанк. Я просто хочу, чтобы, вот смотрите, без комиссии приводили себе счет. Без какой комиссии? Ну, чтобы не было комиссии. Ну, кто комиссию-то берет? Ну, смотрите, кто-то берет Сбербанк, а там такую сумму. Кто-то Тинькофф с такой суммы. Угу. Так, а счет-то надо открыть сначала. Нам надо подписать с вами этот договор на открытие брокерского счета. На оказание услуг. Какой у вас банк, Марин? Так я же сказала, Сбербанк, я же вам говорю. Сбербанк. Да, Сбербанк. Сейчас пять минут на регистрацию. Угу. Сейчас повисите на линии. Так, а что вы сейчас делаете-то, я не пойму. Что мы сейчас делаем? Смотрите. Я же вам сбрасываю сейчас вход для регистрации. Смотрите. Марина. Да, я слушаю вас. Заходите. Ну, на сайт я жду. Я вам сбросила сайт. А мне не пришло ничего. Не пришло. Галочка стоит. Ну, правильно, она не прошла по ссылке. Вы еще не пришли по ссылке. Вообще, ничего нету. Алло. Алло. Слушайте, возможно, да, возможно, у вас нету интернета, пока мы говорим с вами по связи. А, может быть. Может быть. А мы с вами разговаривали. Да, это вот мы разговаривали. Давайте сейчас мы с вами созвонимся по WhatsApp. У меня в WhatsApp динамик не работает, когда я разговаривала. Динамик не работает. Наушники одеть. Не помогает. Вы мне скажите сейчас тогда, что делать. Вы мне сначала вот как объяснили. Давайте тогда я... Ну, давайте. Давайте тогда сейчас отключусь. Да, давайте. Я зайду, посмотрю. Вы пройдете на сайт. Да, я вам сейчас наберу. Угу, хорошо. Давайте. Алло. Алло. Марина, здравствуйте. Здравствуйте. Слышно меня? Да, да. Меня зовут Илья, компания «Газпром». Мне передали ваш контакт моя коллега по поводу того, что там вы будете проходить регистрацию и пополнение торгового счета. Да. Я правильно понимаю вас? Да, я регистрацию вроде уже прошла. Я все заполнила там. Все. Все. Вы сейчас находитесь на сайте. Я правильно вас понимаю? Да. Угу. Замечательно. Смотрите. Давайте немножко прокурирую вас, что где и как находится, чтобы вы просто понимали, что к чему. Смотрите, вы сейчас находитесь на главной странице, правильно я понимаю вас? Да. Да. А что вы видите в левом верхнем углу? Так. Я сейчас, знаете, где написано? Пополнить счет, киви, пониже биткоин и пониже виза, мастер-класс. Давайте, давайте я немножко вас прокурирую на сайте, чтобы вы просто понимали, что к чему, где, как смотрю. А, смотри, тут три полосочки есть. Да, нажимаете, у вас открывается меню. Угу. Ну, это все понятно. То есть полностью курируете своими деньгами. А вот пониже, смотрите, написано инвестиционный портфель валюты выплачен, инвестиционный портфель нефть выплачивается. Это что? Это называется калькулятор трейдера, то есть на самом деле все эти калькуляторы, это прекрасно, но лучше тогда, когда вы это будете проходить уже со своим трейдером, то есть когда вы на практике будете открывать сделки, закрывать их, будете видеть практическую подноготную, так сказать. Ну и, скажем так, будете обсуждать бизнес-планы со своим трейдером. Ну, ближайшие выплаты 12-го, 12-го, 21-го года уже прошло. Смотрите, это, да, есть такие калькуляторы, которые, смотрите, дело в том, что те счета, которые не активированы, они и не обновляют вот эти калькуляторы. А уже когда у вас активированный счет, то есть пополнен на определенную сумму, то калькуляторы уже работают. Ну, сейчас не об этом, лучше об этом все. Можно будет выбирать между двух этих портфелей, вот, валюты и нет. Смотрите, все эти вопросы вы обсуждаете сугубо только со своим трейдером, то есть согласитесь, вместо того, чтобы клацать что-то на компьютере, какой-то калькулятор, лучше обсудить с живым человеком, который работает с этим вживую, то есть который вам объяснит, разложит по полочкам, что к чему, вы с ним обсудите какой-то свой бизнес-план развития, то есть что, как, чему, какой лучший актив делать. Ну, а это уже так, вспомогательные инструменты, как говорится. Так мне хотелось бы это узнать, какие вот есть возможности до начала работы. Смотрите, до начала есть очень много разных возможностей, и в перспективе это вот сделки, которые есть до среды, то есть это на запасах сырой нефти. Они отрабатываются, понятное дело, на нескольких активах, и тут я уже должен понимать, с какой суммой инвестиций мы будем с вами работать, чтобы я смог примерно вам объяснить, как это будет выглядеть. Ну, вроде как, мне вот Марина сказала, что с 1000 долларов начинать возможно. Да, с 1000 долларов наши все бизнес-партнеры будут отрабатывать сделку по нефти, там вот с сегодняшнего дня, в понедельник, во вторник, в среду, и в среду мы фиксируем первую прибыль 9-11%, то есть это плюс-минус где-то 90-110 долларов. Это будет отрабатываться на нескольких позициях, это на таком товаре, как нефть сам, доллар, рубль. Но это пока у нас такие планы, то есть возможно просто только на нефти. То, что мы планируем, и то, что мы хотим, чтобы каждый наш будущий бизнес-партнер увидел, это вот эти проценты. Как считаете, когда вы увидите такие проценты? Столько процентов это что, за неделю или что, я не поняла? До конца следующей недели, конечно. Ну, это за неделю такие огромные проценты получаются. Нет, смотрите, это такая сделка. Почему мы всем предлагаем сейчас ее отрабатывать? Потому что это такая сделка. А что же сделка это? Запасы сырой нефти называется. А она какая-то индивидуальная такая, или она часто привезет? Нет, смотрите, да, сейчас, вот сейчас сложились такие обстоятельства, что нам в планах может принести такие проценты. Это первое. Второе, сразу говорю, смотрите, на такие проценты с каждой сделки не рассчитывайте. Вот в среднем каждый наш бизнес-партнер зарабатывает в месяц 24-37%. В зависимости от того, кто сколько времени уделяет, это первое. Второе, какая ситуация на рынке. То есть все зависит от ситуации. Понятное дело, сейчас мы хотим, чтобы как можно больше наших бизнес-партнеров залетела на эту сделку, увидели, насколько перспективен этот бизнес. Ну, согласитесь, когда вы заработаете такие деньги, ну, какие ваши эмоции, в первую очередь, какие ваши вообще впечатления об этом бизнесе будут? Хорошие будут впечатления. Вот. Так давайте тогда попробуем, увидите, посмотрите, пощупаете. Сами убедитесь, насколько крутой этот бизнес. Ну, а потом уже будете с трейдером обсуждать дальнейшие действия. Просто я как-то обычно не начинаю ничего, пока до конца не разберусь. Вот. Я хотя бы... Давайте будем объективны. Давайте будем объективны. Вы можете сесть, прочитать абсолютно все инструкции, но все равно будет какой-то, вот знаете, нотка недопонимания. Либо же, когда будет с вами работать какой-то наставник, который будет вам показывать, рассказывать и объяснять, как это происходит. Значит, это, естественно, все понятнее. Это я понимаю. Но какие-то основные-то моменты я же должна вот знать. Ну, в общем, я понимаю, что мы будем на сырой месте зарабатывать на этой неделе деньги. Да, 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 да. Вы правильно видите, вы уже понимаете, как это происходит. А где мы ее будем покупать? Смотрите, на международном рынке, опять же, все это я хочу, чтобы вы обсудили с вашим трейдером, то есть увидели, как это происходит. То есть он на все ваши вопросы ответит. Вы все это увидите, убедитесь в этом. Ну, и, понятное дело, будете уже сами увеличивать свой капитал вместе с трейдером. То есть все эти мелкие нюансы, это вам все покажут, расскажут на практике, потому что это люди довольно занятые, это первое. Второе, это люди знают, как на обычной информации делать, увеличивать капитал. Просто на информации. То есть это после пополнения счета, да? Ну, конечно, эти люди не тратят свое время на людей, которые просто пришли проконсультироваться. Вообще, знаете, к вам есть интересное предложение. Я так понимаю, в любом случае мы с вами начинаем. Но чтобы вы, знаете, как-то, может быть, не переживали за какие-то нюансы, я предлагаю вам поработать с тест здравого счета на 150 долларов. То есть на данный момент это 12 тысяч рублей. Поработать дня, наверное, 2-3 с трейдером. То есть увидеть, как это происходит. Давайте. И потом уже с трейдером обсуждать какие-то дальнейшие инвестиции, дальнейшее развитие вашего счета. Давайте. Как вам такое предложение? Хорошо. Супер. Давайте тогда для того, чтобы помочь вам аксессуировать торговый счет, я хочу понять, с какой карты вы будете производить инвестицию, чтобы там без всяких комиссий мы с вами вот это вот все проводили. У нас со Сбербанковской карты. Со Сбербанковской. Давайте, подскажите, сумма в размере 12 тысяч рублей доступна на карте? Да, конечно. Супер. Тогда что мы сейчас сделаем? Вы сейчас перед собой видите торговый счет. Угу. В правом, точнее, вверху есть синяя клавиша «Пополнить счет». Угу. Нажимаете ее. Угу. Вы видите три метода пополнения торгового счета. Для Сбербанка, для того, чтобы без комиссии пополнять торговый счет, нажимаете на первый. Это Киви-банк, это наш партнер. Угу. У меня тут какой-то номер счета высветился. Да. Смотрите. Киви-банк – это банк, который предоставляет транзитные счета для того, чтобы сконвертировать ваши рубли в доллары. Сейчас вы как раз и видите, это транзитный счет. И как раз самое интересное, что через Киви-банк вы будете использовать без комиссии перевод. Поэтому сейчас пальчиком зажимайте вот этот номер. Вроде есть комиссия, когда на Киви-банк переводишь из Сбербанка. А, нет. Вот тут вот я с вами мог бы согласиться, но тогда оба мы с вами будем неправы. Да. Так, что нужно сделать? Зажимайте. Копировать. Скопировать нужен номер этого транзитного счета. А что такое транзитный счет? Это вот счет для проведения транзакций, для того, чтобы перевести рубли в доллары по самому актуальному выгодному курсу. Понятно, а вашего банка. Так, а что, разве Киви занимается обменом? Нет, смотрите, обменом занимается как раз ваш банк. Да. Вот у вас по курсу вашего банка, но это транзитный счет, просто счет создается в долларах. Вы за доллары покупаете какие-либо активы. Понимаете? А по вашему банку нужно сделать вот эту транзакцию, чтобы сконвертировать валюту. Любой банк, он всегда конвертирует любую валюту. Покопируйте этот номер, я расскажу, я сейчас покажу, как это сделать. Вы знаете, вы сейчас пока говорили, у меня звук пропал. А, а что вы услышали последнее? Вот я спросила, разве Киви, вы сказали, что банк, мой банк занимается конвертацией, и дальше все, дальше я ничего не поняла. А, смотрите, Киви это не просто какой-то сервис, это на самом деле также банк. Да, конвертация будет происходить по курсу вашего банка, это первое. Второе, любой банк, он всегда конвертирует валюту. Он же не просто так банк, зачем он существует, если он не может сконвертировать валюту. Сейчас я вам покажу, как это все выглядит. Вы скопировали номер счета, как вот я сказал? Да. Зажали пальчиком, скопировали? Да. Супер. Великолепно. Теперь скрывайте все и заходите в свой банк онлайн. Как зайдете, скажите мне, я расскажу, что нужно сделать дальше. Сейчас, одну секунду. Держи. Так, Марин, подскажите, пожалуйста, вы на каком этапе, чтобы я понимал, что вам где подсказать. Сейчас, сейчас, я тут занята немножко была. Так, захожу в этот, в Сбербанк свой. Как зайдете, скажите мне, мне никакие данные вообще не нужно говорить, я просто вам расскажу, куда что посмотреть, что нажать, что сделать. Я вот только не поняла, вот этот вот счет, он кому принадлежит транзитный? Это, в принципе, транзитный счет. Вот вы сейчас создавали... Ну, счет, который никому не принадлежит, такого не может быть. Нет, 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 вы здесь полноценно, вы здесь полноценно правы. Вы вот сейчас создавали торговый счет, вы на него зашли, правильно? Вы сейчас видели, что у вас ноль на счету. Вы же этот номер счета где увидели? Я не создавала торговый счет, я делала эти. Я в личный кабинет просто, да, зашла, я никакой счет не создавала еще. Вот, вот, когда вы, в данном случае, вы сейчас зарегистрировали личный кабинет, в вашем личном кабинете был этот номер счета. У меня там не было его. Вот так, что вы скопировали. Он только сейчас появился, когда я на киви нажала. Ну, конечно, это вы зашли на страничку, где вы его могли найти. Это не то, что, ну, просто он же не будет сразу светиться на первой страничке, правильно? Да. Вот, это просто методы, как сделать. И непонятное дело, что этот номер транзитного счета, он контактирует с вашим счетом, который вот вы будете сейчас пополнять. Так, а где мой, а где же мой-то счет сам? Вот, вот, ваш счет был, который вы сейчас видели, создавали. Вот, ваш личный кабинет. Ли в личном кабинете был вот этот счет. А киви, которые вы скопировали, это, как, знаете, как путь, благодаря которому вы возьмете свои деньги со Сбербанка и пополните на свой личный кабинет. Я сейчас все объясню, как это сделать. Вы сейчас в Сбербанк онлайне, правильно я понимаю? Да, а зачем же мне вообще-то этот транзитный счет нужен? Давайте я сразу свой счет пополню. Чтобы пополнить свой торговый счет в личном кабинете. Ну, так вот, давайте без этого, без киви номера этого сделаем, левого. Хорошо, вы можете через визу пополнить, но в любом случае вы тогда будете планировать комиссию. Можем просто через введение данных вашей карты, которые вы будете вводить. Вам как проще, с комиссией или без комиссии? Так без комиссии, конечно. Я просто не понимаю, кому я отправляю эти деньги сейчас. Да себе же на счет. Вы же этот номер счета скопировали со своего личного. Номер счета, это не мой. Это номер телефона чей-то. Смотрите, Киви Банк, он работает только в силу своего мобильного банкинга, который был когда-то давно. Он сейчас работает непосредственно через мобильные номера, которые генерируются каждый день. Киви кошелек привязан, да, к номеру телефонному. Вот. И когда у Киви Банка генерируется новый счет, либо транзитный счет, создается, генерируется автоматически номер счета, который вы только что скопировали у себя в личном кабинете. Кому он предупреждает? Если вы сейчас... Ну, получается, что благодаря этому транзитному счету вы себе на этот личный кабинет пополните счет. Если я возьму ваш номер, вот этот, который вы скопировали, и я его пополню, то я вам пополню эти деньги. Нет, нет, нет. Вы пополните вот этому человеку, у которого вот этот вот 936 начинается номер. Хорошо. По вашему мнению, это что за номер телефона? Это номер Киви кошелька какого-то человека. Вот пытаюсь выяснить, какого. Какого? Вам виднее. Какого? Не знаю, может быть, ваш. Может быть, ваш. Вам виднее, какого. Хорошо. Смотрите. Хорошо. Я понимаю ваши опасения, ваше недоверие. Тогда мы проведем следующим образом. Вот у вас есть в страничке пополнение торгового счета, есть непосредственно метод транзакции виза. Вы можете использовать ее. Там вы вводите данные своей карты и пополняете свой вот этот торговый счет. А вы можете мне дать реквизиты моего счета, и я его через свой Сбербанк онлайн пополню? Реквизиты чего? Реквизиты счета, которые нужно пополнить. Ну вот же эти реквизиты. Вы же в личном кабинете, когда классовали, вы же могли это увидеть. А я прошу реквизиты своего счета, который мы открываем. Смотрите. Вот вы когда сгенерировали, создали личный кошелек, личный счет, у вас сгенерировался автоматический Киви. Как это он автоматически сгенерировался? Вот так вот, потому что у нас один из банковых партнеров это Сбербанк. Второй это Киви Банк. Причем здесь Сбербанк? Причем здесь Сбербанк.